МАГАТЭ не собирается вечно продолжать диалог с Ираном о ядерной безопасности. Такое заявление сделал гендиректор агентства ЮКИ Аману на конференции «Атомная энергия» в 21 веке, которая проходит в эти дни в Петербурге. О работе МАГАТЭ, развитии ядерных, энергетических рынков и других актуальных проблемах мировой атомной промышленности, господин Аман рассказал в интервью нашему каналу. Господин Амана, рады приветствовать вас в России. Перед началом конференции вы сказали, что она может стать таким поворотным моментом в развитии атомной энергетики во всем мире. Оправдались ли ваши ожидания и в чем заключалась поворотность момента? Да, мои надежды оправдались. Это действительно стало поворотным моментом. И почему я могу так сказать? Потому что большое количество участников выразило свое очень позитивное отношение к важности этого вида энергии. И новые страны, которые начинают входить в эту область, тоже хотят использовать атомную энергию, и при этом хотят, чтобы энергия была безопасной. Одной из основных тем конференции была роль атомной энергетики в смягчении последствий глобального потепления. На ваш взгляд, в чем заключается эта роль? Я хочу сказать, что в будущем будет необходима все большая генерация электроэнергии для устойчивого развития экономик. И при этом необходимо обращать внимание на то, что мы должны охранять окружающую среду. А атомная энергия – это тот вид энергии, который вырабатывается без образования парниковых газов. После аварии на Фукусиме, о Фукусиме очень много говорили в эти дни, некоторые страны решили свернуть свои ядерные программы. Такие страны, как Германия, вовсе закрыть атомные станции. На ваш взгляд, это кризис в атомной энергетике или это такой текущий момент, который легко будет разрешить? Нет, я так не считаю. Каждая страна имеет право выбирать свой путь, и выбор Германии – это их выбор. Но многие страны продолжают использовать атомную энергию как один из важных источников электроэнергии. МАГАТЭ каждый год проводит оценку состояния на мировом рынке и оценки таковы, что к 2030 году увеличение клада атомной энергетики в общий объем энергии будет 23%. Это минимум, он может даже удвоиться. Если говорить о прогнозируемом увеличении числа энергоблоков по всей планете, удовлетворяют ли они растущие потребности в электроэнергии, и какие виды энергии могут составить конкуренцию атомной энергетике в будущем? Постоянно растет потребность в электроэнергии в мире, и, соответственно, растет производство атомной энергии, и также растут использования других источников энергии, такие как газ, и возобновляемые источники энергии. При этом процент атомной энергии меньше, чем процент других источников энергии, но, тем не менее, вклад атомной энергетики будет продолжать расти. А за счет чего продолжится этот рост, учитывая современное состояние атомной энергетики, насколько она будет конкурентоспособна в перспективе? Одним из вопросов, который сейчас стоит на повестке дня, который тревожит многие страны, это климатические изменения. И лидирующие страны сейчас очень обеспокоены этим глобальным изменением климата. Также цена на ископаемые виды топлива очень нестабильна. И развивающиеся страны стараются увеличивать объемы производимой электроэнергии. Все это говорит о том, что стабильный рост вклада атомной энергетики в будущем будет им постоянно расти. Вы как-то говорили, что МАГАТЭ – это не политическая организация. Однако я не могу не затронуть политическую все-таки тему. Как Вы относитесь к требованию Северной Кореи признать ее ядерной державой? Безусловно, МАГАТЭ является в сильной степени организацией, занимающейся техническими вопросами. Безусловно, вопросы Северной Кореи также входят в сферу вопросов, которыми мы занимаемся. Мы должны определить состояние корейского полуострова, потому что корейский полуостров был определен шестими странами как неядерная зона. И в соответствии с этим, по соглашению, МАГАТЭ является организацией, которая проверяет состояние в этом регионе. Одна из основных задач МАГАТЭ, насколько я понимаю, это контроль за исполнением договора о нераспространении ядерного оружия. Как Вы считаете, удастся ли сохранить этот договор с учетом, опять же, ядерных притязаний Северной Кореи и Ирана? В 1970 году рассматривались вопросы о нераспространении ядерного оружия и создании безъядерных зон. И сейчас, когда мы говорим о нераспространении ядерного оружия, МАГАТЭ, безусловно, продолжает следить за тем, чтобы страны, такие как Северная Корея и Иран, не использовали свои ядерные мощности для создания ядерного оружия. И здесь как раз Российская Федерация принимает участие в такой работе. Так что я считаю, нет никакой угрозы для выполнения договора о нераспространении. Но Иран, насколько я знаю, остается членом договора в качестве не ядерной державы. Достаточно ли у МАГАТЭ полномочий, чтобы следить за реализацией его ядерной программы? Иран сейчас является безъядерной страной, и МАГАТЭ постоянно проверяет состояние дел, состояние работ в Иране, следит за тем, чтобы не происходило использование атомных материалов, ядерных материалов для создания ядерного оружия. Тем не менее, мы не имеем доступа ко всем объектам, и там, где мы не имеем доступа, мы не можем осуществить проверку. Мы можем осуществить проверку только того, что было заявлено иранской стороной. И поэтому заявление Совета Безопасности, принятое, не всегда может выполняться иранской стороной. Ну и последний вопрос. Я знаю, что в России Вы посетили Калининскую атомную станцию, другие объекты атомной промышленности. Ваши впечатления о работе российских атомщиков, и что впечатлило больше всего? Да, в мае я посетил Калининскую атомную электростанцию и был под сильным впечатлением от тех достижений, новшеств, которые используются на станции. Станция обладает очень интересными характеристиками, обеспечивая ее безопасную работу, которые были заложены не еще до событий в Фукусиме. Но после событий аварии на Фукусиме были произведены доработки и были созданы новые элементы дизайна, конструкции атомной станции, такие как мобильный дизель-генератор, который обеспечивает электропитание станции в случае аварии. И я лично присутствовал на испытаниях этого генератора вместе со специалистами станции, и был под сильным впечатлением, она запускается как мой автомобиль. Спасибо Вам большое за это интервью. Спасибо большое.